Привет, ребята! Быстренько, перед тем, как вы начнете смотреть ролик, я хочу вам сообщить такую информацию. Завтра, в четверг, в ЦУМе на четвертом этаже, в магазине All Stars, я буду проводить лекцию. В 19.00 вход абсолютно бесплатный, всю информацию оставлю в описании, приходите. Потом, в пятницу, в 19.00, в концерт Holy Freedom, я играю в театре «Механика итальянца». Ссылку на билеты оставлю также снизу. Суббота-воскресенье, я буду ангелом на Кураж Базар. Приходите, не пожалеете, очень круто, это благотворительный кураж. Абсолютно все деньги будут направлены на помощь деткам. И последнее, 24.00 на фестивале Believe или Be Life, я до сих пор еще не знаю, как он правильно называется, я буду участником среди многих блогеров вещать со сцены. Поэтому все ссылочки, всю информацию вставляю снизу, погнали, смотреть видосы. Ребят, за последнее время у вас довольно-таки значительно здесь прибавилось, я вас всех с этим поздравляю. Мне приятно, вам полезно. Предлагаю сделать такую штуку. Вы сейчас ставите паузу, ставите этому видео лайк, включайте колокольчик, а если к концу видео оно вам не понравится, то вы снимаете лайк. Не вашим, не нашим. Все, погнали. Так, все. Ситуация следующая. У меня вроде бы как отошел экранчик, ну, в смысле, поправился, с ним все хорошо, который был залит водой на видеожире. И я успокоился. Это все к лучшему. Вчера была неудачная попытка продать мотоцикл. Я выехал показать его, прокатиться. Все нормально, все четко. Парень, который забирал его в восторге, говорит, вау, все ахрененно. Даже надпись 80 его не смущает. Говорит, все так сделано, прям очень классно. И тут говорит, можно я проедусь? Я говорю, ну, дружище, я, конечно, тебе не дам проехаться. Ты взял, убил, дал, мотоки, воруют налево-направо. Я говорю, давай так, в паркинге за шлагбаумами. Да, давай. Садиться. И тут у него начинает мигать правый поворотник. И просто мотоцикл... Заглох. И не включается. Здесь сейчас будет видос. Пуф. Я думаю, твою мать, сука, как вообще, что это происходит? Звоню Максу, который делал байк. Он говорит, ну, блин, стандартное замыкание. Говорит, такое может произойти где угодно, с чем угодно. Говорит, надо разобраться, что именно замкнуло. Я ему отсылаю видос. Он говорит, ну, это, скорее всего, поворотник со стартером, потому что кнопки очень близко. Говорит, где-то что-то произошло, сбой. Привози в понедельник. А как привезти моты, которые не заводятся? Конечно же, на эвакуаторе. Ненавижу эвакуаторы. Просто ненавижу. И что-то их слишком много в моей жизни в последнее время. Короче, дал мне номер эвакуатора. Буду звонить завтра. Сейчас еду завтракать. Ехал под Малый театр. Сегодня у нас здесь будет репетиция предстоящего спектакля «Одна ночь в отеле». Кто не был в прошлый раз, приходите обязательно. Ссылочку на билеты оставлю снизу. 22-го числа в концерт «Холл Фридом» в 19.00. Я буду на сцене играть механика итальянца, говорить на итальянском. Поэтому, если вам интересно, если вы хоть чуть-чуть близки к творчеству и к чему-то более высокому, чем просто кино, приходите, проведете приятный вечер. А дальше, может быть, ко мне приедут ребята. Мы же последние 7-8 дней провели с Халлберами, с Аленой Веном. И они завтра уезжают в Москву. Поэтому, может, сегодня сделаем какие-то проводы. Ребята, сейчас давайте. Да, можно быть, есть. А давайте все вместе, потому что я тут... Работные синие заканчиваются, актуальны. Когда я у себя в Инстаграм, я разыгрываю 4 билета на этот спектакль. Поэтому быстренько беги туда. Я даже не помню условий. Но в любом случае, 22-го числа с утра я выберу 4 победителей. Я убежал с репетиции, потому что... Мне надо на мальчикер. Но мы об этом никому не скажем. Так, ребятки, ссылочка на покупку билетов в театр в описании. Обязательно переходите. Буду вас ждать. Маленький пистолет. Куда ты жопу выставляешь? Ты? Няу-няу-няу. Какой вкусный. Скажи, где мы находимся? У Алана Вену. Алана Вену? Да. Ты что, кнопка ее? Да. Ребята, пишите в комментариях, сколько это здесь за кнопку. Я здесь часто бываю. Могу в следующий раз спить. Я здесь часто бываю. Могу, кстати, еще вот эту продать кнопку рядом стоящую. А там еще что за кнопки? А ну, катабаза! А тут еще пойдем покажу. Что такое пойдем покажу? Это Кузин Савар канал. Ну, не продается. И вот эта вот вторая тоже продается. Короче, ребятки, вот такая ситуация. Что ты делаешь? Ты, маленький ютублогер. Ну, все вы знаете, почему удалили канал Саши Шак. А кто не знает, я вам расскажу. Это будет как раз у меня кликбейтовая херня. Подождите. Так произошло, что ютуб начал становиться... Да заткнись ты! Дай поговорить с подписчиками! Ютуб начал очень сильно фильтровать русский контент. Очень сильно. Он следит за тем, что вы делаете. Он следит за тем, что вы рекламируете, что вы пропагандируете и тому подобное. Все помнят, как в октябре или в ноябре был бум на удаление детских каналов. Дальше ютуб внес правила. И теперь все должны следовать этим правилам. То есть у тебя нет другого варианта, как не следовать им. Либо до свидания. Ютуб это как телеканал. Он сам фильтрует, что да, что нет. И так уж получилось, что на видеожаре я познакомился и пообщался с замечательным человеком. Канал Картонка. Это его основной. Остальные каналы ищите. И он мне объяснил, говорит, что ютуб настолько семейным становится, что он уже не принимает грязь, ругань, брань. Он не принимает садиться там на скалку, допустим. Или еще что-то в этом стиле. То есть надо делать все не 18+. Если ваши видео попадают даже под значок монетизации желтый, это уже очень плохо. А что говорить про черный? Если это ID-контент, то есть использование чужого материала, то это еще допустимо. Но если это 18+, а у меня на прошлой неделе первое видео стало 18+, И я такой, типа, первые звоночки, надо его удалять. И я удалил без сожаления, потому что это риск. Риск неоправданный. Я начал фильтровать все видео, которые у меня с желтым значком. Менять название, менять обложку. Это долгий путь, но я с ним справлюсь. Сегодня с утра я просыпаюсь от того, что мне приходит уведомление, что, Андрей, ваше видео там какое-то старое за 17-й год или зима 16-го, не помню, стало 18+. И я его сразу же, я даже не смотрел, что там за материал нужен, он мне не нужен. Я его сразу удалил. Так вот, канал Саши Шапика и Мартыненко удалили, потому что у них контент несоответствующий. Саша, он действительно не снимает какую-то жесть, как Андрей Мартыненко, но в любом случае у него алгоритмом Ютьюба выработалась такая штука, что этого человека надо перепроверять, перепроверять. И причина удаления, реклама казино. Вот настоящая причина удаления этих каналов. И их не восстановят, как бы он ни пытался их вернуть. Да, у ребят, слава богу, есть какие-то свои запасные каналы, у них есть свое имя, у них есть репутация, у них есть интерес аудитории. И тем самым они назад вернут себе былую, скажем так, славу. Может быть не так в подписчиках, как в просмотрах, но в любом случае они будут на плаву. Но если они будут дальше продолжать рекламировать штуки, которые обманывают людей, финансовые махинации и тому подобное, то я думаю, что Ютьюб сможет полностью выработать алгоритм, чтобы забанить любой контент, который будет связан по геоданным, по тегам, по описанию с их именами и фамилиями. Купил себе ау**енные кроссы, сейчас покажу вам, цените. Последний раз Air Force на моих ногах были в 2008 или в 2009 году, не помню. Зацените, это новая коллекция, они просто космические, термоядерные. Я уверен, сейчас приедет Влад, Беренич, Сережа Халуз, а вместе они Халберы, которых я по каким-то причинам называю Халберами, и я уверен, что они закатируют их. Починили мотоцикл, да, всего лишь просто перетерся проводок, который идет от поворотника, и он коротил с зажиганием. Завтра встреча с покупателем, надеюсь, что все пройдет хорошо, и деньги будут потрачены на благо, так сказать, на что-то нужное. Впервые в моем видео за неделю, за неделю. Какой компьютер, Кагар, ты, где вы? У тебя тачпад больше, чем моя постель на старой квартире. Вот это тебе неудобно было, наверное, там спать. В смысле? Что ты там не спал? Что ты там робаешь? Тебя вот так снимать? О, хочешь, покажу тебе найки свои новые? Давай. Это старые рыбок, идем. Я их в руках держал. Очень красивые, да? Прикольно. Хотите понюхать? Это твои? Да, да, есть офигенные розовые. О, они так войдут, пиздец. А плавок нет, пиздец? Ну, это куда? Это вот в гаража чинить шут. Нет, это в ханговор врываться. Они красиво выглядят на ногах. Так выглядят, как реально в гараже чинить что-то. Ну, да, да, да. Пакет Supreme надо? Да, спасибо. Да, пакет Supreme нужен? Да, с Америки. Не дам. Ты пакет Supreme страшным бабам на голову надеваешь? Нет, симпатичным. А, типа, она симпатичная, но не такая, как Supreme. А, то есть, чтобы она понимала, что есть еще куда расти, да? Сижу я, значит, не тужу, так сказать. Скучно стало, видимо, или, я не знаю, моча в голову мне ударила. И я решаю сделать такую штуку. Записать сториз, обращение к главному директору, генеральному директору, не знаю, управляющему телеканала «Пятница». 5 лет, ровно 5 лет я пытаюсь пройти кастинг на передачу «Орел и Решка» и стать ее ведущим. За меня даже когда-то однажды просил Андрей Бедняков на канале. Но главарь телеканала «Пятница» меня не замечает. Поэтому, ребятки, вся надежда на вас. Пишите, пожалуйста, ему под последним фото, комментарий, чтобы он дал мне шанс. Тут буквально через 5 минут мне начинают названивать другие директора, управляющие, там, я не знаю кто. Короче, люди с телеканала «Пятница». Звоните, Андрей, что ты натворил? И я захожу к нему в профиль «Господи, пожалуйста, Николай, простите, у вас крайняя фотография была в честь дня отца, про вашего отца, и дети начали там писать, действительно, дайте Тружковскому шанс, бла-бла-бла». После чего он публикует вот эту вот фотографию, вот здесь вот делает пост, закрывает свой аккаунт, где, ну, самая классная фраза «Возьмите своего Тружковского за хуй и поводите его вокруг лобуса». Вот такое вот будет у него путешествие. Я извиняюсь, я сразу отменяю эту сториз. Сделаю все возможное, чтобы это исправить, но это не мешает людям звонить мне, писать из Москвы, говорить, что «Андрей, что ты там наколобучил?». Вот как бы вот такой вот ящичек Пандоры я открыл, о чем я действительно искренне сожалею. Надо было подумать, надо было поразмыслить, зайти посмотреть, какая там фотография, либо не делать это в сториз, либо я вообще не знаю, что надо было делать или не делать. Но в любом случае, что сделано, то сделано. Будет не урок. Сейчас мы едем с Денчиком и с Тимуром за перекрашенным бобром. Оставайтесь с нами. Думаю, что вы исполняете. Хотел сказать, конечно, что исполняют. Турет в балете, но что-то они дикие, по-моему, сты. А что, дикуют там? Не кормленные. Ну, что-то Тиму насилует. Ну, думаю, теперь придется снять эту наклейку. Вот такой вот получился денек. Сейчас я еду домой. Может быть, сейчас ко мне приедут Халберы и Алена Вену. А может, они приедут. Нашел у себя в машине Алены чашку Старбакса. Надо ей вернуть. Кто угадает, что в ней было? Кстати, если говорить про покраску машины, то я не очень сильно доволен. Цвет какой-то такой слишком синенький. Был темно-синий баклажановый, но очень черный. А сейчас, ну, надо при свете дня посмотреть. Так что так. Тебе нормальный свет здесь? Нормальный? Нормальный свет? Нормальный свет? Тебя как снимать? Рада. Кстати, ты такая интересная собеседница. Андрей, можешь поснимать какого-то? Поснимай какого-то другого. Тогда я GTA поснимаю. О, собачка, смотрите, как это мило. Подожди, я знаю эту камеру. Уже нет. Уже нет. За ваш приезд и за ваш отъезд. Ну, воды там, не знаю. А что такое? Вон у тебя стоит. Я думаю, что сейчас самое время сделать рум-тур. Смотрите. Так, я нанял оператора. У меня наезды самые идеальные. Мы оцениваем то, что ты говоришь. Давайте, давайте. Самое крутое, офигенное, что сделали в твоей квартире. Самое крутое в этой квартире, это раздвижная перегородка. Потому что она стоит до ***, как он говорит. Да, эта база стоила очень-очень дорого. Я потом отдельно с утречка расскажу вам, что у меня у вас пока обошлось. Я считаю это самым классным. Честно говоря, вообще здесь тусовки не устраиваются. Да, я понял. Да. Это последние 10 дней, да? Это квартира арендная. Потом, что еще классное? Это PS4. Телек офигенный. И свеча офигенная. Да, свеча полкельная за рухом. Ее можно съесть. Так, еще здесь есть штатив для... Хоу-видео. О, ты можешь фильм заменить. Да, я снимаю. Нет, Сережа, не замени. Еще здесь очень классно. Это что? Он договорит, я уже пошел пить, так вот забыл, что я снимаю. Еще здесь есть классный гардероб, но он типа вот как-то никак не заполнится у меня. Здесь мое постельное. Он фаброй футболки переносит. Ничего не видно. Давай с ней что-то пока. О, подожди. Еще есть классное зеркало, смотрите. Оно очень крутое. Здесь, когда спишь... А, сразу объясню. Вот здесь на пароле... Да, пришлось распороть стену, переделать. Два дня и все будет готово. Вот спальное место. Оно вот как бы на подиуме, вровень с окном. И здесь, когда вот спишь с кем-то, допустим, просто спишь тихо, аккуратно, так, ну, ничего не делаешь, допустим. Чисто теоретически. То вот здесь красиво смотрится. Что показать? Руку какие-то. Руку? Ситуация следующая. Сегодня целый день мне присылают фотографию Александра, где он в трусах. Кстати, по-моему, похожих на мои. Стоит возле определенной стены синего цвета. Сразу хочу сказать... Как она оттеняет мои глаза, пойдите посмотрите. Сразу хочу сказать, что эта стена была задумана в феврале 16-го года. Создравляем блогер, который вышел подписчиков. Ступа за красиво. Картина. Нарисована Настей, девушкой Никиты. Вот здесь ее инстаграм, я ее продаю. Не Настю, а... Чем она была нарисована? Я не знаю. Хороший продажник. Так. Такой себе рум-тур. Почему? Показывай. Я тоже не пью. Мне нужно дурку показать. Ты же не пьешь. Так это Настя. Я просто думала, что эта камера на самом деле Влада. И расслабилась. Что-то мне подсказывает, что рум-тур надо перенести на неопределенный срок. Почему? Нет. Что вам еще показать? Показать нечего. Спасибо, что были со мной. Садится батарея. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok